Девушки отдыхают 17 из них получили возможность решить свои проблемы под наблюдением профессионалов. Им придется узнать, что нет ничего тяжелее, чем стать легче. Да я как лобборок! Вдохнуть! Вперед иди! Жир – это то, что сокращает вашу жизнь. В 16 недель участники уникального эксперимента будут жить в изоляции от внешнего мира в специально оборудованном доме. Они научатся правильно питаться и не жалеть себя в тренажерном зале. Ты не жертва, боец. Их распределят на две команды, и у каждой будет свой тренер. Командам предстоят самые разные испытания, искушения и конкурсы. Пират! 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 Давайте, ребята! Держи! Держи! Но главное – это взвешивание в конце каждой недели. Та команда, участники которой сбрасывают меньше веса, расстается с одним из своих игроков. Мы встретимся очень скоро. До конца дойдут немногие. Но те, кто сумеет преодолеть себя, выдержать все испытания, получат не только новую здоровую жизнь, но и возможность разыграть между собой в финале проекта 3 миллиона рублей. Вставай на весы! Меня зовут Грифкова Анна. Мне 20 лет. Я из города Москва. Я очень толстая, никому не нужная. Конечно, это повлияло на мою жизнь и отношения ко всем окружающим людям. Как у любого человека есть мечта. Например, найти себя в жизни. Прожить вообще всю жизнь не зря. Да, чтобы и дети были, и чтобы тебя помнить, и чтобы помнить хорошие слова. Я хочу, чтобы помимо того, чтобы меня поддерживали, чтобы меня еще любили, и чтобы хоть кто-то радовался тому, что я могу преодолеть сама себя. Я хочу похудеть, просто войти в новую жизнь, которая будет не такой, какая была предыдущая. Поэтому я здесь. Сегодня для меня начинается новый этап жизни. Мы приехали и ждем, что же будет дальше, какие испытания нам предстоят. Когда мы заезжали в ворота, было ощущение трепетного волнения. То есть это что-то неизведанное из моей новой жизни. Это как некий мостик, по которому я перехожу и со своей прошлой жизнью в новую. Мама меня очень любила. Она всегда говорила, это моя жизнь. Я это ощущала, что мама очень в меня вкладывает свою любовь, но она ее проявляла через еду. Когда мама умерла, я стала поправляться больше и больше. Самый максимальный вес, 140 килограмм, я уже не могла двигаться. Мне было 27 лет. Я поняла, что я скоро умру. Я хочу похудеть для того, чтобы попробовать быть любимой в стройном теле. Ясно видеть свое отражение в зеркале и радоваться этому. Я хочу попробовать пожить другой жизнью. Другой жизнью, которой я жила, мне достаточно. Когда я впервые увидела всех участников, я испугалась. И я никогда не была в обществе подобных мне полных людей. Мне хотелось рассматривать, сравнивать, какое место я занимаю во всей этой большой истории. Здравствуйте! Здравствуйте! Клочок, да. Идеал, к которому я бы хотела стремиться, я очень надеюсь, что буду похожа. Настроение хорошее? Да! Боевое? Да! Ох, смотрите, я за вас очень переживаю. Добро пожаловать на проект «Взвешенные люди». 18 отважных участников, которые готовы сказать «Прощай своему прошлому» и смело сделать шаг навстречу своему будущему. В этом доме вы проживете 4 месяца. Здесь вы расстанетесь со своей главной бедой, лишними килограммами, которые способны превратить существование любого человека в настоящий кошмар. Этот путь не будет простым. Вы готовы идти вперед? Да! Я обещаю вам, что с сегодняшнего дня в вашей жизни все будет по-другому. Вам не придется бороться со своими проблемами в одиночку. Прямо сейчас вы увидите людей, которые будут поддерживать вас на этом пути. «Итак, встречайте!» «Прикинь!» «Волшебник, прошу!» «Волшебник, как у вас вертолетик!» «Я лети вон!» «Хочу научиться управлять вертолетом. У меня есть мечта. Но я не залезу в кресло пилота, просто в своей массе тела. Где-то до 20 лет мой вес держался в районе 112 килограмм. А сейчас, за последние 16 лет, мой прирост массы тела составил фактически 80%. На данный момент я вешу 195 килограмм. Мне такое количество мечт. Я хочу прокатиться на горке в аквапарке. Просто элементарно влезть в трубу. Я хочу научиться кататься на роликовых коньках. Я толстяк со всеми вытекающими историями из этого. Я думаю, что я сам виноват в своих бедах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 18 человек, страдающих избыточным весом, получили шанс раз и навсегда решить свою проблему. Они согласились принять участие в уникальном эксперименте. 16 недель в изоляции от внешнего мира они будут учиться иначе питаться, иначе смотреть на жизнь. Они узнают, на что способно их тело и их сознание. Попробуй практически пройти до конца. Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Уже в этой программе для них начнутся испытания и искушения. Каждому из них придется доказывать свое право остаться в проекте. И уже на этой неделе им придется расстаться с одним из игроков. А прямо сейчас участники проекта познакомятся с людьми, которые станут их учителями и наставниками. Помогут им пройти этот курс. Вам невероятно повезло, потому что с вами будут работать лучшие тренеры России. Ирина Турчинская! У-у-у! Меня зовут Ирина Турчинская. И мой образ жизни – здоровье, красота, сила и дерзость. Моя философия тренировок – радость и препятствия. Иди только вперед! Я научу быть безжалостным к себе и не отступать от намеченной цели. Тебе нужна мотивация? Просто посмотри на меня. Денис Семенихин. У-у-у! Меня зовут Денис Семенихин. Я тренируюсь практически всю свою жизнь. Поэтому могу сказать с уверенностью, что я знаю о тренировках все. Моё жизненное кредо – делать максимум здесь и сейчас. Самое главное в тренировках – это, конечно, мотивация. И я знаю множество способов, как мотивировать людей, чтобы они достигали своих целей. На проекте я буду максимально требовательным. И я уверен, что участники скажут мне за это спасибо. Побеждает тот, кто настойчив. Побеждает тот, кто постоянен. Побеждает тот, кто, оступившись, встаёт и продолжает идти. Шикарные тренеры. Они как будто из другого мира. Мне казалось, что, может быть, они даже не совсем настоящие. Мне хотелось подойти и потрогать, прикоснуться к ним. Вы готовы? Да! Я предлагаю вам сейчас пройти за нами. Мы приготовили вам первое испытание. Да. Ну, я надеюсь, что не сильно будут злобствовать хотя бы по первоначалу. Я готов ко всему просто по одной простой причине. Есть хорошая фраза. Я буду с тобой всегда. Спасибо, Жир. Я это очень ценю. Пора прощаться. Баста. Тренеры должны разделить игроков на две команды. Каждую неделю та команда, которая покажет худший результат на взвешивании, будет терять одного из своих игроков. От успехов команды зависит, кто дойдёт до финала шоу. Трудно понять, к какой нагрузке готовы ребята. Для многих это первая тренировка в жизни. И нам она очень нужна, чтобы сформировать две команды. Я в искушении, как будто на низком старте. Вот ещё сейчас немножечко я начну. Мое тело, оно просто говорит, Ева, давай, Ева, давай. Широко размахиваем руками. Мы идём не только ногами, но и руками. Быстро, 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 максимально быстро двигаемся. Два круга. Ещё быстрее. Давай мы. Шире шаг. А упор на пятку? Да, конечно. У нас не балет. Ты бежишь и думаешь, а упадёшь ты сейчас или нет? Видишь, что у тебя нога или нет? Всё-таки самое сложное – это вот эта вот ходьба. Умный поход, как её всё назвали. Я догоняю тебя. Ха-ха. Смотри. Ха-ха-ха. Иду на обгон. Сейчас, сейчас, конечно. Ну, давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Я понимаю, что меня, скорее всего, ждёт ад, потому что то, что было сегодня, это даже не испытание, это не святочки. Это так. Нас посмотрели, на что мы, может быть, можем быть поскольку. Послушайте теперь меня, друзья. Все те, кто поднимает попы вверх. Опустить попы вниз. В линию, в линию. Чтобы сфотографировать команду, мне нужно посмотреть, как участники двигаются. Какие у них физические данные. Для того, чтобы выбрать интересный состав участников для своей команды. Кто такой с вами? Почему? Митя, стой. Стой, 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 стой. Стой, как можешь. Мне было действительно искренне жалко Митю, потому что видно, что ему сложно. Но я вижу то, что он это делает и хочет это делать. Я пытаюсь понять людей, с которыми, ну, рядом нахожусь. И, естественно, сочувствуем. Мы все оказались в одной и той же ситуации. Кому-то тяжелее, кому-то легче. У кого-то больше вес, у кого-то меньше. Честно, честно. Вы делаете это для себя. Что ты делаешь? Ещё восемь раз. Ждём каждого участника команды. Давай. Ещё тихо. Мы успели за это небольшое время сплотиться. Я переживала. Я видела силу духа, когда ребята доделывались. И когда я видела, что человек сделал, во мне была радость. Я понимала, что, скорее всего, из-за меня тоже кто-то болеет. Всё тело работает, пресс работает, спина. Если бы вы видели сейчас анатомический атлас, вы бы видели, как ваше тело эффективно. Наконец-то. Был момент. Стоп. Не могу. Просто по той причине, что свело ягодицы. И я пересеиваю себя. Еле-еле устоял. Давай-давай-давай-давай. Подними. Руки правильные. У меня руки куда-то... В чём сложность? Смотри. Зафиксировал руки. Не зафиксировал. Хорошо. Опустись. Сиди так. Просто поднимай ноги. Просто поднимай ноги. Да. Десять секунд. Продолжаем упражнение. Не останавливайся. Я почувствовал кайф. У меня внутреннее ощущение на полной месте какой-то сумасшедшей энергии. У-у-у-у. Как здорово. Хочется продолжить. Ну никому не говорите, потому что они сейчас заставят что-нибудь делать. Голова у кого-то кружится. Есть ощущение, что тело плывёт и голова плывёт? Есть. Есть, есть ощущение. Это хорошо. Мы бежим за собственным счастьем. Для собственной красоты. Вы первый раз с этим столкнулись. Ну что, молодцы. Для начала прям то, что надо. И нам теперь всё понятно. И мы готовы разделить вас на команды. Это всё-таки работа, а не симпатичен кто-то тебе или нет. Это нужно сделать, это нужно мне. Нет. А кому я попаду? Пусть... Будет как бы выглядит. Денис. Ирочка. Ну что? Ну что, Ира, начинай давай. Моё право, да? Красные футболки. Восемнадцать человек, страдающих избыточным весом, принимают участие в уникальном эксперименте. Они согласны провести 16 недель в изоляции от внешнего мира. Они готовы отбросить старые привычки. Они хотят, чтобы их научили не жалеть себя, иначе питаться и иначе мыслить. Уже совсем скоро вы увидите, на что готовы все эти люди ради того, чтобы расстаться с лишним весом, какие испытания и искушения они сумеют пройти. Рядом с ними всегда будут их тренеры, опытные инструкторы, которые поставили перед собой задачу дать участникам проекта шанс на новую жизнь. Тренеры должны разделить игроков на две команды. Каждую неделю та команда, которая покажет худший результат на взвешивании, будет терять одного из своих игроков. От успехов команды зависит, кто дойдет до финала шоу. Знакомство с тренерами состоялось. Первая тренировка показала, кто есть кто. Тренеры сделали выводы и формируют свои команды. Все волнуются, в какую команду они попадут. К внешне хрупкой, но жесткой и бескомпромиссной Ирине. Или к Денису, сильному, но доброму и интеллигентному. Я не буду мудрить, ты со мной. Туда. Вот сейчас вопрос даже стоит не в плоскости спортивной, а в плоскости психологической. Потому что как к тренеру я еще не могу никак относиться к ним. Я не знаю, что это такое, я никогда не занимался спортом. Жи Катько Александр. А мне очень понравилась вот та девушка. Да, ты со мной. Спасибо большое. Кривкова Анна. Первал и металл. Хотя тебе было труднее всех. Давай со мной. Ева Зволенская. Я счастлива, что я попала к Денису. Я очень хотела попасть к тренеру мужчине. Для меня это важно. Мне легче работать с мужчинами. Если бы я попала к Ирине, я бы чувствовала себя в напряжении. Она такой тренер мне показалась суровой. Мне будет непросто с тобой, но я сделаю все, что зависит от меня. Ты в моей команде. Я привык работать больше с мужчинами по своей профессиональной деятельности. Но, я думаю, с Ириной мы тоже найдем общий язык и результат будет чуть не хуже, чем с Денисом мог бы быть. Военным я решил стать с раннего детства. Это была семейная традиция и в четвертом поколении офицеры в моей семье. Поэтому вопросом, быть мне военным или нет, я даже не задавался. Практически сразу я стал замечать, что лишний вес мне мешает. Форма стала мала. Сложности были именно с сдачи и с подготовки. И в июле 2013 года я уволился из армии. Несколько месяцев у меня было шоковое состояние. Потерял все в один день. Мечтаю вернуться в армию, приносить пользу в обороне нашей страны. С последнего ряда. Тихая такая. Татьяна. Это девушка, которая прекрасно поднимает ноги. Welcome. Кононец Михаил, приглашаю вас. Молодой человек, не хотите ли потренироваться немного? С удовольствием. С нами. Пушаков Владислав, приглашаю вас. Добро пожаловать. В Денису хотите? Я? Да, на него. Меня у одной есть права выбирать? А я хочу, чтобы вы со мной были. Ты прям в точку смотри. Красная. Мне очень идет красный цвет. Забрала, забрала. По-женски. Спасибо. Только я собрался позвать. Романова Веста. Богиня. Как ваша спина? Спина нормальная. Болит. Болит. Если болит попа, это к нам. Красная команда. Мне с вами будет непросто. Да, я знаю. Обещаю вам это. Женщина-тренер, она всегда жестче. Мне придется ломать себя, потому что родители воспитали так, что обычно женщина слушает мужчину, а не наоборот. Жанна, вы расстроились раньше времени. Идите скорее сюда. Давай, давай. Вы нам очень нужны. Вы нам очень нужны. Ну что вы? У нас осталось по одной майке. Вероник, ты приехала сюда что делать? Просто ответь мне. Что ты хочешь здесь делать? Мне сейчас это важно. Вылезти из этого тела. От всей души. Искренне. Искренне. Я беру тебя в свой ком. Петр. Держи. Давай, давай. Очень доволен тем, что меня выбрал Денис. Меня держали до самого последнего в напряжении, но это того стоило. Конечно, такой проект – это шанс для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, для того, чтобы вспомнить свои 18 лет, снова активно заниматься спортом, вести активный образ жизни, участвовать в соревнованиях и занимать какие-то даже, может быть, места. Когда ты понимаешь, что ты человек, который весит 150 или еще больше килограмм, ты не очень любишь смотреться в зеркало. Больше всего, конечно, я не люблю живот, но еще щеки большие. Как у Барундука. Горестно очень осознавать, что ты не такой, как все. И кто говорит, что, типа, хорошего человека должно быть много. Это все сказки и неправды. Мир худых не принимает толстых. Очень доволен тем, что Максим в другой команде, потому что мы явно соперники. И в одной команде, конечно, нам было бы тяжело с ним. А так, наверное, это даже подстегнет дух борьбы. Врагами мы не становимся, мы просто соперниками. А дух соперничества всегда важен в таких мероприятиях. Это еще подклеснет и больше заведет нас для победы. Итак, я думаю, что на данный момент испытаний пока для вас достаточно. Поэтому я очень хочу показать вам то место, в котором вы проведете ближайшие 4 месяца. Это ваш новый дом. Пойдемте за мной. Добро пожаловать домой! Уютненько! Уютненько! Мы для вас старались. Это ваша кухня. И все то, что поможет вам впоследствии составлять ваш правильный теперь рацион. Я вас оставляю. Располагайтесь. Хорошо. 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 Впечатление о доме – это просто вау. Это словно, он такой красивый. Две гостиницы. Сам интерьер дома – это что-то невероятное. Я не была в таких домах раньше. Я думаю, когда его славили – это просто вау. Я после проекта куплю этот дом. Он мне понравился. Ты такая вот такая. Это наша гуляем, пацаны. Участники проекта «Взвешенные люди» страдают от избыточного веса. Они согласились оставить свою привычную жизнь, чтобы принять участие в уникальном эксперименте. 16 недель они проведут в специально оборудованном доме, где научатся правильно питаться и не жалеть себя в тренажерном зале. Ты не жертва. Ты боец. Игроков разделили на две команды. Те, кто получил синие футболки, будут тренироваться под руководством Дениса. Те, кому достались футболки красного цвета, получили в наставнике Ирину. Теперь команды будут соревноваться между собой. Их главная задача – сбросить за неделю наибольшее количество килограммов. Команда, которая покажет в конце недели худший результат, расстанется с одним из своих игроков. И совсем скоро участники шоу узнают вес, с которым они стартуют в игре. Все, погнали спальню смотреть. Да и куда ты еле-еле идешь? Вот так надо бежать. Несмотря на то, что у тебя болят мышцы. Раз, 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 раз. Теперь я буду здесь спать. Супер вообще. Супер, 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 супер. Вау! Третьим, третьим. Вау! 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 Я очень волновалась, я впервые оказалась в таком месте и сообщить на всю страну, как я выгляжу, какой у меня вес. Мне было очень стыдно внутри, хотя я улыбалась, но внутри я манражировала. Прямо сейчас мы проведем первое официальное взвешивание. Оно определит ваш стартовый вес на проекте. Каждый из нас стоял и смотрел на весы, и все люди здесь близки, потому что у всех одинаковая проблема. Оксана, прошу на весы. Твой стартовый вес – 118 килограммов. Максим, прошу на весы. Максим, твой стартовый вес – 176 килограммов. В этот момент я дал себе обещание, что все, хватит давать какие-то поблажки, думать о чем-то, что еще можно. Вот в понедельник я начну с завтрашнего дня. Нужно ставить точку на этом и сделать все, чтобы вес уменьшался. Олеся, твой вес – 169 килограммов. Олеся, кто ждет тебя дома? Дочь, мама, муж. Сколько дочери лет? Десять. Тебе было тяжело с ней расставаться? Очень. В большей степени я ради нее сейчас здесь. Я стесняюсь того, что рядом с таким ребенком идет такая мать, как я. Не красивая, неинтересная и очень огромная. Ничего бы мне это ни стоило, я справлюсь и уберу этот лишний вес. Я просто по дочке безумно сейчас кучу, я не могу. Самое замечательное событие за все времена в моей жизни – появление моей дочери на свет. Потому что в 14 лет мне поставили диагноз бесплодие. И когда я в 19 узнала, что у меня будет ребенок, это было не такое счастье. Я никогда в жизни не испытывала такого. Я хочу, чтобы она мне гордилась, не стеснялась меня. Я начала поправляться во время беременности. У меня была угроза выкидыша. Я лежала постоянно в больницах, на сохранениях. Меня кололи гормональными уколами. Ну и, естественно, я начала много есть. Когда я вышла замуж, я чувствовала себя просто красавицей. Мне казалось, что я идеальная, что у меня все так, как надо. Я сейчас живу о воспоминаниях тем, что было. Как я себя чувствовала, как мне было хорошо. Да, я хочу, чтобы мама похудела. Когда она похудеет, она будет самой красивой мамой. Дим, твой вес 127 килограммов. Маша, сейчас твоя очередь. Твой вес 126 килограммов. Олег, прошу на весы. Стартовый вес Олега 141 килограмм. Олег, скажи, а кто твои самые близкие люди? Прежде всего, мама. Ну и дети. У меня, ты, дочери. Олег, а что бы ты сейчас хотел сказать своим близким? Я вернусь с победой. У нас все будет хорошо. Я не думаю, что можно где-то там внутри сидеть с такими маленькими ребёнками, которые вы не видели. Вероника, твой вес составляет 122 килограмма. Лёша, твой вес 183 килограмма. Лёша, твой веселый 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 весел Ты держался же. Я стою и думаю, ёлки-палки, мне 36 лет. У меня ни семьи, ни детей. Я не могу работать, я не могу себе ничего позволить, потому что я скоро превращусь в развалину и не смогу двигаться из-за своей излишней массы тела. Медь, твой вес 219 килограммов. Медь, а сколько тебе лет? 39, я молодой. Ещё всё впереди? Конечно. Ты готов сражаться? Да, я постараюсь. Медь, а ради чего ты будешь это делать? Ради родных, ради чего же ещё? Семьи, ради себя. Ещё, как вы правильно сказали, всё впереди, без всего. 39 лет хотелось бы пожить подольше. Ты стартуешь с весом 147 килограммов. Ты женат? Нет, только не женат. И никогда не был женат? Нет. Мне мешает, во-первых, лишний вес. Я ленивый и очень вредный. Ещё и самоуверенный. Вес, твой вес 123 килограмма. Пётр, прошу, на весы. 155 килограммов. Ну, конечно, меня отпечатлила цифра. Но не ожидал, что это будет 155. 166 килограммов. Жанна, теперь твоя очередь. Твой вес 143 килограмма. Семьи недавно. Мой вес был 124 килограмма. Жанн, скажи, пожалуйста, какие у тебя цели в жизни? У меня цель только одна, ради которой я здесь. Я очень хочу родить ребёнка. Жанна, ты замужем? Да. А он хочет детей? Безумно. Жанночка, мне кажется, у тебя очень большая цель. Поэтому у тебя всё должно получиться. Спасибо. Аня, вставай на весы. 112 килограммов. Мне кажется, мне очень сложно будет хреть. Потому что я у меня самый маленький вес. Но есть много, кто узнает. Чем больше вес, тем быстрее он уходит. Миша, твой стартовый вес – 137 килограммов. Ужас. Миша, какая цель у тебя на нашем шоу? Я просто пообещал своей вечной девочке, что я буду самым прекрасно платным для нее. Хочу быть для дочки эталоном во всём. И в поступках, и во внешнем виде полностью. Чтобы она гордилась. Ну, вес я начал набирать после того, как я прекратил заниматься спортом. После ранения, которое я получил в Чечне. Это разгар был Второй Чеченской войны. Боевая, крупномасштабная боевая действия на границе с Грузией. Были тогда. 2001-2002 год. Воевали. Ну, определенную жизнь я на опыт получил. Очень хорош. Я хочу, я хочу быть здоровым. Я хочу вернуться, заняться пять спортом. Чтобы я решил, у меня дочка самая прекрасная была и самый прекрасный папа. 18 людей с избыточным весом получили шанс раз и навсегда решить свою проблему под присмотром профессионалов. В проекте «Взвешенные люди» они должны научиться правильно питаться, не жалеть себя в тренажерном зале и вернуться к нормальной жизни. Участников проекта разделили на две команды. И уже совсем скоро они начнут соревноваться между собой. Та команда, которая по результатам недели сбросит меньше веса в процентном отношении, должна расстаться с одним из своих игроков. Игра начинается с того, что каждый участник шоу узнает свой стартовый вес. Твой вес 123 килограмма. Очень много. Мне кажется, все обжорки похожи. В сердце каждого сидит кусочек боли. Саш, проходи на весы. Саша, твой стартовый вес 220 килограммов. Ты самый тяжелый участник нашего проекта. Саша, ты устал быть толстым? Да. Да. Устал. Устал не позволять себе всего того, что вижу вокруг себя. Устал не ездить на велосипеде. Устал не бегать. Устал не иметь семью. Не иметь жену. Устал. Тебе будет нелегко. И я верю в тебя. Спасибо. Мы тебе поможем. Ира, ты прямо сейчас можешь обратиться к своей команде. Хватит обманывать самих себя. И каждый из вас прекрасно знает, какой он красивый и настоящий. А вот эту мишуру, декорации убираем и оставляем как ненужный хлам. Я с вами. Денис, хочешь ли ты что-то сказать своей команде? Да, я хочу сказать. Знаете, слушая ваши откровения, если закрыть глаза, то мне представляются абсолютно другие силуэты. И между тем, что есть сейчас, и тем, что должно быть, лежит просто, по сути дела, каждодневная работа. Я уверяю, что мы с вами хороший результат покажем. Да? Да. Отлично. Итак, общий вес команды «Синих» – 1326 килограммов. А общий вес команды «Красных» – 1381 килограмм. Это гигантские цифры. И мы увидим первые результаты уже в конце этой недели. Удачи, ребята. Успех участника проекта «Взвешенные люди» оценивается по одному единственному критерию. Сколько процентов от своего предыдущего веса ему удалось сбросить за неделю? В игру вступают 18 человек. Команда «Красных» – Дмитрий Абрамов, 21 год, город Коломна. Стартовый вес – 127 килограммов. Оксана Леонова – 39 лет, Ростов-на-Дону. Вес – 118 килограммов. Мария Погоржельская – 21 год, город Москва. Начальный вес – 126 килограммов. Максим Некрылов. Нижний Новгород – 29 лет, вес – 176 килограммов. Вероника Мария Погоржельская – 20 лет, Москва – 122 килограмма. Олеся Смирнова – 30 лет, город Самара. Стартует с весом 169 килограммов. Алексей Усков – 36 лет, город Санкт-Петербург. В начале проекта весит 183 килограмма. Москвич Олег Жарков – 48 лет, самый старший участник проекта. Вес – 141 килограмм. Митя Кудрявцев – 39 лет, город Магнитогорск. Стартовый вес – 219 килограммов. Суммарный вес команды «Красных» – 1381 килограмм. Команда «Синих». Александр Шикатько – Иркутск – 26 лет, самый тяжелый участник проекта. Стартует с весом 220 килограммов. Романова Веста – Санкт-Петербург – 27 лет, начальный вес – 123 килограмма. Ева Зволинская – город Подольск – 31 год, также стартует с весом 123 килограмма. Москвичка Анна Гривкова – 20 лет, вес – 112 килограммов. Михаил Кононец – 31 год, город Подольск. Стартует с весом 137 килограммов. Жанна Архистова – 27 лет, город Балашиха. Начальный вес – 143 килограмма. Влад Ушаков – 32 года, город Геленджик. Вес – 147 килограммов. Гурьева Татьяна – 42 года, город Чебоксары. Стартовый вес – 166 килограммов. Петр Васильев – 27 лет, город Калининград. Вес – 155 килограммов. К началу проекта общий вес команды «Синих» составляет 1326 килограммов. Игра начинается. И участников проекта ждет первое испытание. Роги, что происходит, а? Ты замачиваешься, чувствуешь запах, но до конца не было понятно, что это. Похоже, безумно вкусно. Итак, снимите повязки. На столе было много той еды, которую я очень люблю. Жареная курица, гамбургеры. Все именно то, что это вредно, но очень вкусно. Сегодня вам предстоит проститься с привычной для вас едой. Из того, что я люблю, было все. Торт Наполеон, салат Оливье. Это все то, что было мне дорого. Как только вы стали участниками шоу, каждую секунду вам предстоит делать свой собственный выбор. Вы можете не есть эту еду. Но если вы хотите попрощаться, я действительно даю вам такую возможность в последний раз вкусить прелести вашей привычной и такой любимой еды. Все-все понятно? Да. Тогда приятного аппетита. Спасибо. Выбор за вами. Я точно знала внутри, что мне приказалось к этой еде взять один кусочек, и дальше я остановить себя не могу. Я расстала напротив такого подноса с мясом. Просто не усмотрела, я понимала, что если я его сейчас не съем, меня потом замучает совесть. Почему? Меня зовут Архестова Жанна. Мне 27 полных лет. Я до сих пор не знаю почему, но когда мне хорошо, я ем. Когда мне плохо, я ем. Когда у меня что-то не получается, я ем о том, что еда – это все вредно, это все мне аукнется. Я никогда об этом не задумывалась. До появления мужа в моей жизни. Я ему понравилась такая, какая и есть, несмотря на то, что он и меньше возрастом, и физически тоже. Я прекрасно понимаю, что ему действительно хочется, чтобы рядом с ним была, да, именно я, но в другом теле. Я вижу, как на нас смотрят, понимаю, что они внутри все смеются над нами. Я не хочу, чтобы смеялись, я хочу, чтобы он мог мной гордиться. Я безумно хочу, чтобы у нас были дети. Но для того, чтобы все это получить, мне нужно похудеть. Не надо было наедаться, нужно было съесть то, что ты действительно любишь. Я люблю мясо, я это сделала. Кушай, кушай, деточка, кушай, кушай, солнышко. Как вы за меня все переживаете? Худейте, худейте, я покушаю. Каждый человек ищет, наверное, себе, что ему близко. Вот я эти продукты, эти блюда искал всю свою жизнь. То есть это те блюда, которые делали меня счастливым. То есть они давали мне возможность уединиться с самим собой. Все-таки глаза боятся, руки берут. Не хотите, не ешьте с никого, не заставляешь. Каждый делает свой выбор. Я вот эту лучшую страсть. Из моего любимого на столе была курица и была свинина, которую я очень люблю. Наша команда отнеслась спокойно к нашему жану выбору. Когда я увидела, что ребята стали кушать, я испугалась, что сейчас участники нашей команды начнут тоже кушать. И это как-то плотно скажется на наших дальнейших результатах. Ева, проснись. Ева, очнись. Камон, Ева. Камон. Ева, ну что ты как это? Давай, ну сейчас сено наденем. Давай снимать. Ты же взрослая девочка. Я одела повязку, потому что мне было невыносимо больно смотреть на эту еду. Все эти блюда для меня как напоминание о том, что я пришла к тому результату, который сейчас имею. И я одела повязку, чтобы просто не заплакать. Участники проекта «Взвешенные люди» отважились на уникальный эксперимент, который поможет им избавиться от избыточного веса и начать новую жизнь. В начале шоу был определенный стартовый вес. Теперь задача этих людей – сбросить максимальное количество лишних килограммов. Для этого им придется отказаться от своих привычек и от любимой еды. Но теперь каждому участнику предстоит не только борьба с собой, но и тяжелейшая конкуренция между командами. Уже в конце этой недели один из игроков команды, который в сумме сбросит меньшее количество килограммов, отправится домой. Все, я ушел. Что, не можешь? Невозможно решить, что за секунду и все. Но невозможно. Это будет лицемерно, если я сяду и скажу, что я не хочу. А я не хочу, как сделали большинство участников. Красные у нас подсоединяются. Красные у нас подсоединяются. Все таки люди, сломые, праведные. Не сдаешься? Молодец. Красные не сдаются. Уже пошли первые нотки соперничества между двумя командами. Когда наши ребята стали кушать, я почувствовала, что скрытая радость у участников другой команды присутствует. Жанна, это что на вкус? Это морс. Вот морсом мне почему-то захотелось ощутить его такой освежающий, кисло-сладкий вкус. Ваше здоровье, господа. Это все. Я сделаю глоток. Бойкот. Максим повернулся, и он говорит, что ты сделаешь один глоток, он тебя спасет. Эта погода не сделает, поэтому нет смысла в этом. Она была на какой-то грани. Да или нет. Возможно, мое мнение стало определяющим ее решением. Ладно. Неужели ты глоток этот спасет? Я поняла вот именно в этот момент, что мне не хватает все-таки силы боли. Очень вкусно, когда растапливаешь где-то пол пачечки сливочного масла, туда кладешь креветки, и потом заливаешь все это майонезом. Это безумно. Так сложилось, что в нашей жизни все, что очень вкусно, приводит к ожирению. Меня познакомила моя одноклассница с моим будущим мужем. Когда мне исполнилось 18 лет и один месяц, мы поженились. Муж любил меня баловать всякими деликатесами. Мой набор веса произошел в первый, можно сказать, год после свадьбы. Мы прожили вместе 15 лет. Как потом выяснилось, он познакомился с молодой девушкой, симпатичной, худенькой. И у него было развитие отношений. Роман, и из этого он решил покинуть семью. Развод оказался для меня тяжелейшим. Жир убил всю мою жизнь, украл все, что было. Пришло, видимо, время мне задуматься о себе самой. Дочь вырастет, у нее будет своя личная жизнь. А я так и буду сидеть здесь со своим котом в одиночестве. А посмотрите, как это все выглядит, все вместе. Насколько мерзко и мерзительно. Кань, какое же это все мерзко? А ты посмотри, не на отдельный момент, все вместе. Я есть больше не буду, все, пошли. Я не буду это есть. Всем спасибо. Прощайте, да. Для меня уже четко поставлена задача сбросить вес. И буду здесь для того, чтобы похудеть, а не для того, чтобы кушать. Сегодня это прощание с той едой, к которой я привыкла. Я буду учиться есть по-другому. Сейчас участникам шоу предстоит конкурс, который может дать одной из команд весомое преимущество на финальном взвешивании недели. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Настало время первого испытания в истории проекта «Взвешенные люди». И первой возможности показать, какая из двух команд сильнее. Вы видите две фуры. Задача команды – перетянуть эти фуры от линии старта до линии финиша. На вашем пути будет две промежуточные точки. На каждой из них стоят ящики. Вам необходимо погрузить их в кузов, потому что на финише из этих ящиков вы должны построить логотип нашей программы. Собирать ящики и забрасывать их в кузов может только один участник команды. У вас есть две минуты, чтобы решить, кто это будет. Время пошло. Все решили, что я самая быстрая. Ты идешь, значит, за машиной, собираешь этих логотип, а с машины сразу начинаешь забрасывать. Да, хорошо, я поняла. Сколько руку подисти, столько коробок. Да. Ева, 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 лучше, Ева, садись. Паня садись. Да, да, да. Ноги не болят? Нет. У меня не болели ноги настолько сильно, насколько болели они у других. И команда была у меня для того, чтобы я делала это как можно быстрее. Короткие рывки считаю я. Раз, раз. Внутри команда решили, что я стану капитаном команды. Три, четыре. Ура! С настроем шли с таким, что мы уже победители, мы выиграем обязательно. В этом испытании победит та команда, которая первой соберет правильно логотип. Вы готовы? Да. Поехали. Раз, 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 раз. Поехали. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Тащили эту машину просто отрошаревшую. Плюс еще Ева. Ева очень сильно кричала на срыв голоса. И у нас от всех просто поднимался адреномин. Давай, давай, давай. Мы думали, нам будет достаточно сказать ух, и мы пойдем. Ну, раз, два, иди считай. Я не могу. Давай. Давай. Умнисти. 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 Играция. Садись от меня. Давай. Я видела, что машина поехала. Все, я отстала. Хочу, чтобы до победного. Быстро, быстро. Едем. Я видела, что это им помогало. Когда синие нас обошли, у всех, когда была какая-то злость. Видимо, это издало какой-то толчок к тому, что мы все-таки сорвали. Дима, давай. Быстро. Давайте, давайте, родники, давайте. Я коробки сейчас быстро закидаю. Ой, держать не могу. Простать, вот такие мысли, зачем мне все-таки надо. Ну, потом я сразу длинная дочь, и думаю, что да, нужно. Для меня это стимул. И в момент, когда я толкала, я думала только о ней. Давай. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Ребята. Идем. Маленькая наша. Дышим. Дышим. С*****. Кто же? Стой. Летайте. Все. Давай, Аксана. Аксана, не жалей тебя, давай. Давай, становимся, становимся. Приготовились. Стали, стали, ребят, стали. Макс, становись, она почти все. Быстрее. Давайте, моя Родина. Участники шоу «Взвешенные люди» бросили вызов своей главной проблеме – лишним килограммам. Все они пришли на проект с огромным весом, который превратил их жизнь в настоящий кошмар. В изоляции от внешнего мира они учатся бороться со своими привычками, воспитывают характер и волю, проходят через искушения и испытания. Ну чё? Чё? Да? Да? Братья Бога. Каждую неделю из шоу уходит один игрок той команды, которая в сумме сбросила меньше килограммов. И эта неделя не исключена. В ходе конкурсов одна из команд может получить весомое преимущество, которое будет учтено на взвешивании. И за своё право остаться участники проекта готовы бороться до конца. Мишка у нас зуб вообще выпил. Ну не зуб, там у него там осколок, отвалилось там капитально. Молодец, вообще капитан настоящий. Давай! Всё! И раз! Раз! Поехали! Ребята, давайте немножко! Заломай! Молодец! Я глядывался, смотрел, где ребята. Смотрю, там просто кое-как, там еле-еле. Мне было жаль, честно. Физически это очень тяжело, потому что в момент испытания мне стало плохо. Я считаю, что я не справилась. Смотри на них. Смотри на Еву. Ева, давай быстрее! Смотри на Еву. Ах! Ах! Сидай! Давай выше. Не могу. Ах! Давай выше. И ставь, и ставь. Давай, Дана! Бери больше! Со своей стороны, я считаю, я постаралась сделать всё, что могу. Поэтому я выложилась на все сто. Раз! 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 Пошла! Пошла! Раз! Давай! Пошли! Всё, мне остановимся! Едем! Приготовились! Раз! Давай, сядь! Не могу! Я не могу! Не дай мне! Ай! Ай, чё? Старик, подожди! Отдышите! Для меня самое сложное в этом конкурсе был момент, когда мы уже дотащили фуру до конца, я немножко растерялся с коробками. В детстве, видимо, мало играл в пазлы. Давайте, кто-нибудь один складывайте! Носим! Саша, носим! Ребята, пока просто выставляйте всё лицом, ставьте один на второй, неважно как. Там коробки, у нас всё вместе. Ребята, логотип строим лицом туда! Наша машина приехала вторая, но мы были уверены, что можно и в этой ситуации выиграть. Это, наверное, люди! Надо на полу собрать, а потом поднять. Давай, давай! Смотрю, красные-то правильно всё делают. Коробочку в коробочку там составили, аккуратненько, по 7-8 коробок за раз, а мы там по 4 в раскоряку бы и так. Ну и потом началось, конечно. Чего куда ставить? Такая мозаика, ничего не понятно. Тихо, всё правильно! Нет! Всё правильно! Дальше, дальше ищем! Давай, давай, делай что-нибудь! Там можно её разворачивать, уже начинать прямо сейчас. Давайте, я уже начнём. Да не запутаемся, ребят! Ну вот прям прям по 3, сейчас нижний ряд уже выложим, смотри! Давайте! У нас команды не получилось. Ошибка заключалась в том, что начался базар, на котором один участник не слышал другого. Давайте выстраиваем, прям по 3 берём и выстраиваем! Да не выстроим этап, надо здесь! Выстроим? Давайте! Быстрее, ребят! Попадай сюда, Таня, а я лишь Миша! Вот, молодец! Всё, у них остается только верхушка. Первый до конца. Давай, пошли, пошли, пошли! Не стоим! Я предложила взять команду, команда победителей, и поэтому у нас не было никаких шансов проиграть. Продолжаем, продолжаем! Давайте, давайте, давайте! Давайте! Внимание, не обращай, трудимся! Тогда я помню, что мы уже всё проигрываем. Я сказал, не сдаваться, давайте до конца собирать. Дело тут принципа, надо закончить. Естественно, я почувствовал, у меня это разочарование. Я говорю, стоп! Я хочу поздравить команду синих. В этом конкурсе вы были лучшие. Команда красных, увы, проиграла. Мне очень жаль. Даже хочется сделать для вас что-то приятное. Как-то подсластить горечь поражения, возможно. По-моему, прекрасный торт. Сладкий, вкусный, ароматный. Мы напугались, что нам придётся его есть. Но всё-таки этот торт достанется команде синих. Думаешь, кстати! Приятного аппетита! У вас есть выбор. Либо с удовольствием его съесть. Либо положить его на весы команды красных. Я с вами прощаюсь. С тортиком мы решили поступить по-дружески и угостить их на наших соберников. Я думаю, что мы воздержимся. Мы своё уже отъели. Мы отдаём. Да, на его нафиг. Ребята, наслаждайтесь. Я думаю, что если бы был выбор такой же у нас, мы поступили бы точно так же. Килограмм, может быть, два. Килограмма два. Это ещё далеко не победа. Ещё необходимо победить взвешивание. Два килограмма – это не такой же плюс. Сегодняшний результат может привести к тому, что кто-то вылетит из команды, потому что условия игры таковы, что выживает сильнейший. Два килограмма. Митя, как дела? Прошло в поле. Точно? Да, да, да. Ты научился ездить на велосипеде наконец? Я вас попросила работать в синхроне. Вместе. Вместе. В синхроне. Девочки, вы одна команда. Вероник, ты отстаёшь от коллектива. У кого-то больше мотивации, у кого-то меньше. Некоторые из нас работают спустя, а я ищу, что это Вероника. Тебе нравится? Да. Это лучше, чем велик? Да. А можно мне там походить? Нет. Хорошо. Ребята, Олег, что скажешь? Всё хорошо. Видим? Если всё хорошо, это значит, что нехорошо. Это значит, что нужно увеличить нагрузку. Девочки, что у вас происходит? Вероник. Максим, ты остаёшься ночевать сегодня в зале? Да. Хорошо. Тогда увеличь, пожалуйста, скорость ещё до 6,5. Так как мы проиграли, мы пришлось для капитана команды, вы бросите килограмм, который мы набрали. Это было лучше. 18 человек, страдающих избыточным весом, получили возможность решить свои проблемы под присмотром профессионалов. Они готовы отказаться от своих привычек, чтобы начать новую жизнь. Жир – это то, что сокращает вашу жизнь. Участники проекта разделены на две команды. Каждая из этих команд работает под руководством опытного тренера. В начале шоу был определён стартовый вес каждого участника и команд. Общий вес команды «Синих» – 1326 килограммов. А общий вес команды «Красных» – 1381 килограммов. Задача игроков – за неделю сбросить как можно больше килограммов. Для этого они готовы отказаться от своей любимой еды и выдерживать изнурительные тренировки. А команда, которая за неделю проекта потеряет в весе меньше, чем соперники, должна будет расстаться с одним из своих игроков. Те, кто покажут лучшие результаты, разыграют между собой денежный приз – 3 миллиона рублей. Во-первых, я вас поздравляю с победой в конкурсе. Спасибо. Спасибо вам. Это дело важное, но наше с вами самое главное дело, вы понимаете, какое. Завтра у вас взвешивание, сегодня последняя возможность сделать ещё рыбочек. Силы есть? Да. Отлично. Деньровка будет недолгая, но интенсивная. Деньровка будет недолгая, но интенсивная. Ты почему остановилась? Три минуты. Нет, подожди. Нет, нет, нет. Три минуты, когда я скажу. Чтобы наши участники победили, они должны быть беспощадными к себе. Чтобы они были беспощадными к себе, я должен быть беспощадным к ним. Это реально то, что поможет в дальнейшем стать теми, кем мы хотим стать. Я вам желаю удачного взвешивания завтра. Хотелось бы никого не потерять. Я очень надеюсь, что не нам выбирать. Очень будет обидно с кем-то. И прощаться, и уходить. Это будет ужасно. Я лично очень нервничала перед взвешиванием. Для меня был стресс, потому что мы внутренне настраивались на то, что нам придется делать выбор. И выбор всегда дело очень тяжелое. Сейчас мы определим, какой команде удалось потерять больше веса за первую неделю проекта. И так весы определяют ваш текущий вес. Мы сравним его с вашим предыдущим весом. На табло вы увидите разницу. Затем мы посчитаем, какая команда потеряла больше процентов от своего суммарного веса. Команда, которая сбросила меньше, будет вынуждена расстаться с одним из своих игроков. У нас прямо очень хорошая команда. За всех переживаю. За себя тоже переживаю, конечно. Синие. Вы стали победителями первого конкурса. Поэтому с вас мы и начнем. Вес там. Прошу на весу. Твой предыдущий вес составлял 123 килограмма. Твой текущий вес – 120 килограммов. Хорошо. Но это мало. Можешь тратить больше. Татьяна. Разница – 2 килограмма. Александр, прошу. В начале проекта ты весил 220 килограммов. Вставай на весе. Твой текущий результат – 217 килограммов. Разница – 3 килограмма. Ты доволен? Понятно, что я тут подвел вообще всех сейчас капитально. В процентном соотношении на сегодняшний день я потерял меньше всех. Ну, очень расстроен. Очень. Ты потеряла 3 килограмма за первую неделю проекта. Я расстроилась, но если результат не такой, как я хочу, значит, нужно работать больше. Петр, твой стартовый вес составлял 155 килограммов. Твой текущий вес – 151 килограмм. Разница – 4 килограмма. Ты доволен? Ну, не совсем хотелось бы 6 килограммов. Мой средний результат на неделе должен быть 4-6 килограммов. Поэтому нижнюю плату, в общем-то, того, чего я хотел, я получил. Жанна, вставай на весы. Твой текущий вес – 140 килограммов. В итоге 3 килограмма. Для меня это был прям удар сильнейший, но и одновременно для меня это было стимулом. Я уверена, что на следующей неделе результат будет намного лучше. Я буду выкладываться на 100%. Суммарный вес команды «Красных» составлял к началу проекта 1381 килограмм. Команда «Синих» стартовала с весом 1326 килограммов. На финальном взвешивании недели участники шоу узнают, какой вес им удалось сбросить. Затем будет определено, сколько эта разница составляет в процентах. Та команда, которая потеряет меньше веса, должна будет расстаться с одним из своих игроков. Результат команды будет зависеть от результата каждого из ее членов. На карту поставлена возможность одного из них продолжить участие в проекте и начать новую жизнь. Я хочу узнать твой прогноз. Сколько, как тебе кажется, удалось скинуть? Телеграмма 2-3. Давай проверим. Вставай на весе. Твой вес составляет 141 килограмм. Разница целых 6 килограммов. Поздравляю. Спасибо. Михаил, твоя очередь. Твой текущий вес 135 килограммов. Это значит, что ты потерял всего 2 килограмма. Танк команды сбросил 2 килограмма. Очень некрасивый факт. Аня, твой стартовый вес составлял 112 килограммов. Прошу на весы. Твой текущий вес 108 килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Разница 4 килограмма. Может, это было больше, но это неплохо. Я думала, что я скинула 2. Таким образом, команда синих потеряла за неделю 30 килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь я приглашаю участников команды «Красных». Мария, начнем с тебя. Твой текущий вес 121 килограмм. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты довольна? Конечно. Офигенно. Олег. Вставай на весы. Разница 4 килограмма. Олеся, я жду тебя. Ты стартовала на проекте с весом 169 килограммов. Твой текущий вес 166 килограммов. Малая. Я недовольна. Мне бы хотелось, конечно, больше. Максим, поднимайся на весы. АПЛОДИСМЕНТЫ Разница целых 6 килограммов. Будем работать дальше. Хотел больше? Всегда надо хотеть больше. Но радоваться тоже надо умеет, Максим. Олег нам советовал сдерживать свои хорошие эмоции для того, чтобы потом их использовать в нужном русле. Я не буду спорить с тренером. Дима. Дима, твой стартовый вес составлял 127 килограммов. Твой текущий вес 123 килограммов. Твой текущий вес 123 килограмма. Разница 4 килограмма. Митя. Митя. Митя, сегодня твой вес 215 килограммов. Разница 4 килограмма. Синяя, обратите внимание. Разница сокращается. Вероника. Разница 4 килограмма. Разница 4 килограмма. Вероника. Вероника. Твой текущий вес 120 килограммов. Алексей, подходи к весам. Ты стартовал с весом 183 килограмма. АПЛОДИСМЕНТЫ 18 человек, страдающих избыточным весом, получили возможность решить свои проблемы под присмотром профессионалов. Они готовы отказаться от своих привычек, чтобы начать новую жизнь. Жир – это то, что сокращает вашу жизнь. Участники проекта разделены на две команды. Каждая из этих команд работает под руководством опытного тренера. В начале шоу был определен стартовый вес каждого участника и команд. Общий вес команды синих – 1326 килограммов. А общий вес команды красных – 1381 килограммов. Задача игроков – за неделю сбросить как можно больше килограммов. Для этого они готовы отказаться от своей любимой еды и выдерживать изнурительные тренировки. Да, команда, которая за неделю проекта потеряет в весе меньше, чем соперники, должна будет расстаться с одним из своих игроков. Те, кто покажут лучшие результаты, разыграют между собой денежный приз – 3 миллиона рублей. Ты стартовал с весом 183 килограмма. Твой текущий вес – 175 килограммов. Разница – 8 килограммов. Классная мотивация тренера – заряжаем. Когда взвесился Леша, всем стало понятно, что мы проигрываем, и у всех, естественно, в голове прошла эта мысль, которую все эти дни мы от себя гнали. И сейчас кто-то из нас покинет проект. Оксана, твой черед. Твой стартовый вес составлял 118 килограммов. Твой текущий вес – 114 килограммов. Я хотела похудеть на 7 килограмм, конечно. Но похудела на 4. Я не очень довольна результатом. Синевы расстроены? По-моему, преждевременно. Хочу напомнить вам, что у команды, победившей в конкурсе, было преимущество. В финале конкурса я вручила вам торт и сказала, что вы можете распорядиться им двумя разными способами. Либо съесть. Либо положить на весы команды соперников. Торт весил ровно 2 килограмма. Каким было ваше решение? Положить на весы команды соперников. Таким образом. Синяя, вы сбросили 2,26%. Теперь мы узнаем результат команды красных. До конца взвешивания было соотношение 100%. То есть 2 килограмма проигранного раскинования с грузовой камеры. Красные, вы сбросили 2,75%. Мы не ожидали, мы думали, что даже если у нас хотя бы на равных, то у нас спасет тортик. Победителем никто не может обломать радость. Команда синих. На этой неделе вы проиграли. Вам придется сделать непростой выбор. И определить первого участника, который покинет наш проект. Желаю вам не сделать ошибку. Спасибо и до встречи. Я воспринимаю поражение команды как свое поражение. На самом деле нас расслабила. Победа в конкурсе расслабила нашего капитана. Когда очевидно, что 10 килограмм разница, и капитан команды сбросил меньше всех, конечно, было неприятно всей этой ситуации. Мне 26 лет, я хочу иметь детей. Хочу их обнимать, хочу с ними гулять. Очень многое я потерял по своей вине. Для меня этот проект – это трамплин, это прыжок, это начало новой жизни. Я просто хочу начать жизнь заново. Для нас у всех это шанс. Поэтому мы хотим быть на этом проекте. Многие из нас оставили там за проектом. Там пепел. Обратной дороги нет. Тяжело нам дастся сегодня потери. И неизвестно, как это отразится. И вообще, что решит команда. Мы решили, что каждый сам себе будет решать, кто действительно стал причиной того, что вот так произошло. Значит, смотрите, какая ситуация у нас в коллективе нашем складывается. Миша, ты сказал, что ты хочешь быть капитаном? Да. Капитан, может себе позволить при всех такие разговоры, что, ну, как бы, давайте этого не будем делать, я устал. Может такое себе позволить, капитан? Нет. Меня лично расстроил Михаил. Михаил вчера пошел. Раньше всех спать, когда можно было еще пойти-то заниматься. Ты помог нам выиграть конкурс. Это очевидно все. Характер ты проявил. Но потом что-то произошло, и вместо того, чтобы продолжить в том же духе, ну, нас просто разорвали на взвешивании. Мы краснели, нам было очень стыдно и неудобно. Мы не можем друг другу давать слабину. Здесь каждый, кто дает слабину себе, влияет на команду. Соответственно, если страдает у кого-то у одного мотивация, мотивация будет страдать у всех. Похудее Михаила больше, например, чем я, я уже не мог бы такое говорить. Во-первых, ты не справился с тем, что мы тебе доверили. Мы тебе доверили себя. Ты с этим не справился. Ты посчитал, что это все игра. На самом деле это не игра. Миш, ты меня прости, но это место наше под солнцем. И я не вижу у тебя мотивации, для чего оно тебе надо. Ты сейчас сидишь и не хочешь даже объяснить нам, зачем ты здесь. Участники проекта «Взвешенные люди» – это люди, которые забыли, что такое счастливая, полноценная жизнь. Их будущее зависит от того, смогут ли они победить свои привычки. Выдержат ли они тяжелейшие нагрузки. Лёша, иди вперёд! Вперёд иди! Ты хочешь сдаться? Да, я хочу. Нет, ты да. Научатся ли не поддаваться искушениям? Задача участников – каждую неделю сбрасывать максимальное количество лишних килограммов. По результатам первой недели команде красных удалось сбросить 2,75 от своего суммарного веса. В команде «Синих» – 2,26 процента. Совсем скоро кто-то из её участников лишится права продолжать участие в шоу. Миш, ты меня прости, но это место наше под солнцем. И я не вижу у тебя мотивации, для чего оно тебе надо. Ты сейчас сидишь и не хочешь даже объяснить нам, зачем ты здесь. Если я остальных в чём-то понимала, то его я абсолютно не понимала. И вместо того, чтобы мне довести доводы, он стал на меня нападать. А что будет, когда ты вернёшься? То же самое. Совершенно не то же самое. Я пересматриваю себя внутри, в отличие от тебя. Ты хотя бы хоть раз, хотя бы одному здесь подошёл, хоть доброе слово сказал «Капитан ты». Ну, как капитан Миша, наверное, всё-таки не состоялся, ну, если честно. Организованности не было. Если ты взял на себя ответственность и принимай, как бы, поражение тогда. Ань, почему ты плачешь? Я не могу решать, я не могу понять. У всех из нас, в принципе, это последний шанс. Каждому абсолютно это нужно. Единственное, что по итогам конкурса я поняла, что я могу сама это сделать. Абсолютно. Я, в принципе, здесь самая молодая. Мне единственное, что всегда мешало, это лень и то, что я в себя никогда не верила. Мне не хватает силы духа, чтобы это сделать. Но я постоянно, всегда срывалась. У меня было никакой поддержки со стороны мамы, со стороны друзей. Никогда. Ну, маму я всегда хотела видеть. Но мам никогда не было. Мы не близки. Ну, то есть у неё своя жизнь, у меня своя жизнь. Абсолютная помощь. У бабушки очень часто была опора. Она всегда поддерживала. Ну, после её смерти, на 9 классе, всё вот, всё вот пошло. Вот как-то странно. И я стала вообще одна. И поэтому я думаю, как хорошо то, что я уеду на проекте. Где меня закроют, где у меня не будет еды, которая всё время манит. Вот, и уходи. Я предлагаю свою кандидатуру. Команда Синих. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас сказал мне, кого и почему он хочет отправить домой. Пётр, начнём с тебя. Я считаю, что этому человеку меньше всех из нас хочется похудеть. Он не оправдывает наших ожиданий. А почему ты говоришь «наших»? Потому что мы команда. Но на голосовании каждый решает сам. И голосует по своему собственному желанию. Хорошо. Он не оправдал моих надежд. Михаил. Я думаю, что эта неделя была очень показательная для нас. Вы поняли, кому можно на самом деле оказывать доверие, кому его оказывать не нужно. Я думаю, что мы ещё стали ближе к своей цели. Жанна, я хочу послушать тебя. Я считаю, что данному человеку проект нужен меньше, чем мне. Поэтому я голосую против него. Снова Михаил. Саша, а что скажешь ты? Я считаю, что этому человеку проект необходим, так же, как и нам всем. Но сегодня кого-то нужно выгонять. Мне кажется, что этому человеку будет легче всего худеть за проектом. Саша проголосовал против Ани. Миша, наверное, этот человек с потенциалом, как физически развитый человек, он нам необходим. Я не хотел, чтобы он уходил. Татьяна, твоя очередь. Я знаю, что этот человек сильный. У него всё получится за проектом. Похудеть. Он может это сделать. Тань, давай посмотрим, в кого ты так веришь. Михаил. После того, как пошла вся эта грязь, я просто понял, что здесь одни змеи. Три голоса против Михаила и один против Анны. Влад, что скажешь ты? Понимаете, как хотите. Но это моя личная такая любовь к этому человеку. Поэтому хочу убрать его с проекта. Покажи свою любовь. Анна против Михаила три голоса, против Анны два. Михаил, я хочу узнать, как проголосовал ты. Я верю именно в этого человека и желаю моему счастью, как и всем остальным, если бы это проявить. Как бы дальше ни сложилось. Михаил проголосовал против Анны. Три голоса против Миши и три голоса против Ани. Аня, как ты проголосовала? Я решила проголосовать за того человека, за которого просто никто больше не проголосует. Пальцем в небо. Это Веста. Веста, я вижу, ты удивлена. Расскажи, как проголосовала ты. Я проголосовала на основании взвешивания. Для меня это был решающий аргумент. У этого человека еще есть возможность, если появится действительно реальное желание. Это Миша. Да. Один голос против Весты. Три голоса против Анны. И четыре голоса против Михаила. Ева, от твоего голоса сейчас многое зависит. Участники проекта «Взвешенные люди» отчаялись самостоятельно справиться с проблемой лишнего веса. Все они согласились на уникальный эксперимент. В полной изоляции от внешнего мира начать путь к здоровой жизни. Будешь еще жрать много? Ну, не бойся и не жалей о себе. Игроков поделили на команды, которые соревнуются между собой. По условиям шоу, та команда, которая за неделю сбросила меньший вес, должна расстаться с одним из своих игроков. Команда «Синих» стала победителем первого конкурса. Но даже два бонусных килограмма не позволили ей показать лучший результат на взвешивании. Игроки понимают, что сегодня они вынуждены лишить одного человека шансов остаться в проекте. На голосовании учитывается мнение каждого. Один голос против Весты. Три голоса против Анны. И четыре голоса против Михаила. Михаила, Ева, от твоего голоса сейчас многое зависит. Я пришла на шоу по похудению. Единственный критерий для меня на данный момент – это результаты. Я голосовала за участника с наименьшим результатом. Это Миша. Для Ани я считаю, что пока не время уходить. Я думаю, что Аня удивит нас еще. Миша, против тебя пять голосов. Считать умею. Мне жаль. Но дальше ты будешь бороться с лишним весом за пределами нашего проекта. Я вот прекрасно понимаю. Не отчаивайся. И не собираюсь. Мне было нечего-то добавить. Я просто хотел остаться человеком уйти. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Пожалуйста, у тебя есть возможность попрощаться с своей командой и сказать несколько слов. Всем удачи. Люблю всех. И просто оставайтесь с ними в дальнейшем. Постаровал цель, конечно, дайте до конца. Но вышло все не так. Я способен добиться самостоятельно для своих сыновей, для своей дочери. Несмотря на то, что Михаилу удалось продержаться в шоу всего неделю, он успел не только многое узнать о правильном питании и тренировках, но даже побывал в роли капитана команды. И вернувшись домой, Михаил продолжает борьбу с лишним весом. Первый день после того, как я ушел с проекта, я пришел в спортзал. Я понял для себя главное, что быть стройным и здоровым – это лучше, чем быть толстым и больным. Мы будем следить за тем, как складывается жизнь Михаила за пределами шоу. И в финале обязательно увидим, каких результатов он смог добиться самостоятельно. Теперь у мамы и дочери будет самый выносливый, самый стройный и сильный папа. Выбывшие не всегда оказываются проигравшими. На следующей неделе участников проекта «Взвешенные люди» ждут тяжелые испытания. Они не представляют свою жизнь без калорийной еды. Они привыкли жалеть себя, но они помнят, что их цель – это здоровая и счастливая жизнь. И ради этой цели они готовы на все. Вас ждет зрелище не для словонервных. В конце недели шоу покинет еще один игрок. Оставшиеся продолжат борьбу за главный приз. Редактор субтитров А.Семкин